В программе новости недели мы расскажем вам о важных событиях последних семи дней. Здравствуйте! Итак, одна из самых обсуждаемых тем недели – новая транспортная система столицы. После совещания вильнюсского самоуправления, прошедшего в начале недели, в ходе которого рассматривались предложения как жителей города, так и специалистов, было решено, что привычные бумажные билеты будут продаваться до конца года. Кроме того, была введена граница толерантности на часовые и получасовые билеты продолжительностью в 10 минут. То есть человек, купивший билет на один час, которому нужно сделать пересадку с одного на другой транспорт, будет иметь в запасе 10 дополнительных минут. Так самоуправление пытается помочь жителям без стресса перейти к новой системе электронного билета. Кроме того, планируют упразднить оплату за багаж в общественном транспорте. По последним данным, карту жителя Вильнюса приобрели уже более 15 тысяч человек. Перейдем к другим новостям. Правительство не поддерживает некоторые предложения членов Сейма, приняв которые, можно было бы регулировать размер торговой наценки. По утверждению министра хозяйства Риман Тассажилюса, предложения не были основаны на объективном анализе. Кроме того, регулирование наценки ограничивает конкуренцию и не позволяет новым компаниям выйти на рынок. Авторы проекта говорят, что их к такому решению подтолкнули постоянно растущие цены на продукты питания. Они предложили компаниям не требовать от покупателей наценки более 25% в оптовом секторе и 50% в розничном. В мае этого года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу движения ТЭП под названием ТЭП Сеймо от Гимимуй, который добивается проведения обязательного референдума. Основная его цель – уменьшить количество депутатов Сейма и число их каденций. К сожалению, осуществить свои идеи движению ТЭП не удалось. Быстро пробежали три месяца, которые были отведены на сборы подписей. На сегодняшний день можно сказать, что наша инициативная группа представит Центральную избирательную комиссию 125 тысяч подписей, которые мы собрали. Люди таким образом подтвердили, что поддерживают уменьшение числа членов Сейма со 141 до 101. Также была поддержана инициатива ввести период двух каденций. В таком случае депутат Сейма не сможет выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Более того, люди поддержали предложение об удлинении сроков каденции с 4 до 5 лет. Естественно, мы не собрали 300 тысяч подписей, которые требует закон. Собрать такое количество подписей, основываясь на сегодняшней ситуации, практически невозможно. Но мы не опускаем рук, потому что, как показывает опрос, почти 90% жителей поддерживают наши предложения. И, соответственно, мы продолжаем работать в этом направлении. Немного новостей в цифрах. В этом году в Литве увеличилось число людей, пользующихся интернетом. Согласно новейшим данным Департамента статистики, интернетом хотя бы раз в неделю пользуются 67% жителей страны. Число пользователей глобальной сети за текущий год увеличилось на 3%. Особенно за первую четверть 2012 года выросло количество людей, пользующихся услугами электронного банкинга. Год назад ими пользовался 41% жителей страны, а в начале этого года уже 65% пользователей интернета. Новость для тех, кто собирается посетить США. С четверга посольство Соединенных Штатов Америки в Вильнюсе переходит к новому порядку регистрации и обращения за визами. Новая процедура позволит зарегистрироваться на собеседование по поводу получения визы, не связанной с миграцией по интернету, используя новую упрощенную версию сайта. Новая система упростит процесс регистрации на собеседование, а также в случае необходимости позволит обратиться с просьбой о назначении времени собеседования в срочном порядке. Олимпийские новости все еще остаются актуальными. Спортсмены, которые завоевали медали для Литвы на Лондонской Олимпиаде, в среду в полдень получили символичные премиальные чеки. В Большом зале правительства премьер-министр Андрюс Кубилюс принял и поздравил олимпийцев и их наставников, которым также были вручены денежные вознаграждения. Конечно, было сказано много красивых слов, и уже сложно что-то к ним добавить. Но мне хотелось вас поблагодарить искренне, неформально, за чемпионский дух, волю, за то, чего вы достигли, еще достигнете. За то яркое и значимое прославление Литвы и за ненаигранный патриотизм. Всего олимпийцам, их тренерам, медикам и ученым, наблюдавших их, будет вручено более трех миллионов литов. За первое место на Олимпийских играх спортсмены получают 400 тысяч литов, за второе – 200 и за третье – 150 тысяч. Напомним, что золотые медали выиграли плавчиха Рута Милюкитя и представительница спортивного пятиборья Лаура Асадоускайди. Серебряную медаль завоевал канаист Евгений Шуклин, бронзовый – боксер Эвалдас Петраускас и борец Александрос Казайковичус. Сегодня на Паралимпийские игры в Лондон отправилась литовская делегация. В играх Литвы будут представлять 11 спортсменов, команда по голболу и 4 легкоатлета. Президент страны призвала всех жителей поддерживать и гордиться своими спортсменами. За годы независимости паралимпийцы уже выиграли для Литвы 4 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. Лондонские паралимпийские игры 2012 пройдут с 29 августа по 9 сентября. И о погоде. В субботу ночью пройдет сильный дождь в южных районах страны, а днем – в северных. Будет облачно, но достаточно тепло. Ночью 12-17, днем 20-22 градуса тепла. Ночь в воскресенье пройдет без осадков, а вот днем вновь нас ожидают кратковременные дожди. Температура 23 градуса. Температура воды в озерах – плюс 19. В Балтийском море – 18 градусов. Эти выходные в столице будут богаты на мероприятия для всей семьи. В пятницу и субботу на Ратушной площади пройдет ярмарка «Балтромея», посвященная 625-й годовщине предоставления Вильнюсу магдебургского права. Посетителей ждет продажа ремесленных продуктов, концерты старинной музыки и танцев и средневековое дефиле. А в субботу любителей спорта ждет веломарафон 2012. В нем примут участие спортсмены разных возрастов. Все они проедут по впечатляющей трассе, проложенной через старый город. Кроме того, гостей мероприятия ждут и другие развлечения и приятные сюрпризы. А впечатлениями о произошедшем событии с вами поделятся корреспонденты канала Пиньки ТВ уже в начале следующей недели. Берегите себя и увидимся через 7 дней.